Привет, мои хорошие, с вами Селена. Сегодня супер-мега-трэш-день, потому что я опаздываю, как всегда. Я быстро везу малого к маме. Сейчас 9 утра, и я опаздываю, я собираюсь делать реснички, солярий. Потом пойду на новую процедуру для похудения, очень интересная. Эрслим называется. В общем, оставайтесь со мной. Будем вместе превращать себя в красотку. Максимально вообще я опаздываю на процедуры. И, конечно же, я что-то дозабыла. Я все взяла, но забыла соски. Фу, соски. Бутылочки. Ну, малому без бутылочки как бегу в аптеку. Все, купила. Мама моя живет на пятом этаже дома без лифта. Это то, там, где я никогда не приобрету квартиру по собственному желанию. Лифт, и только лифт. Все, легла на процедуру, будут наращивать мне реснички. Ну что, мои хорошие, я сделала бровки. Для какая-то красноватая. Румяная, я бы сказала. В машине жарко. Мчала, мчала. Как всегда, я везде опаздываю. Я вот сейчас приехала, нашла процедуру такую очень интересную. Эрслик называется. Может, кто-нибудь слышал. У нас в Ростове только в одном месте. Сейчас пойдем и все узнаем, что там. И сделаем обязательно. Сходу, придя на эту процедуру, мне говорят, пей воду. Наверное, это как-то нужно. Я пью послушную. Одеваем костюмчик. Я оделась, я прям девушка космос. В космос отправляюсь. Ну, ощущение приятное. Можно вас не. Да, он очень релаксирующий. В общем, я лежу, наслаждаюсь. Процедура реально очень-очень приятная. Прямо такая. Некоторые процедуры не доставляют такого удовольствия. А это класс. Допустим, заснуть. Манипула тяжелая. А, да, вверху давлю. Создается компрессия. Ну, вот и все. Закончили мы процедурку. Я вообще такая отдохнувшая. И хочу задать же пару вопросов. Диане, подойди, пожалуйста. Скажи все-таки нам, в чем же преимущество вот этого аппарата? В чем его вот... За счет чего все это происходит? И мы худеем. Самый главный секрет, ты, наверное, поняла, вот этот релакс. Мы привыкли к тому, что массажа должна быть болезненной. Только тогда уходят объемы. Но это не так. Это не так. Вот в основу этого аппарата как раз положили принцип самовосстановления. Через расслабление, через расслабление мышц, снятие спазмов и так далее. То есть мягкое-мягкое-мягкое воздействие. Но при этом тонус кожи повышается, объемы уменьшаются. То есть, ты видела манипулу? Да. Она очень тяжелая. Очень мощная. Она реально тяжелая. Да, ты просто проводила, я чувствовала, что она очень мощная. Она за счет веса чуть-чуть тебе продавливает ткань. Плюс вот эти вот шарики крутятся, идет проминание самой складочки. Плюс идет вибрация. То есть там и сосуды работают, и жировую ткань мы проминаем, и кровь прогоняем, если можно так сказать, и лимфу гоним. То есть очень много различных воздействий, которые в итоге дают вот такой положительный классный результат. Вот не замерили столько жалко, я чувствую, что ушло. Но обычно вы замеряете, да, вот все? Замеряем всегда до и после. И прям результат, уже как опыт происходит, да? Прям результат. Ты выпила же водичку, ты чувствуешь, да, что уже, наверное, пьется до, пьется после. И шарики начинают выходить. Выглядит он вообще такой стильный весь. Да, аппарат прям вообще классный. Но тут много мощности, ты мне на какой дело, кстати, мощности? Да, я тебе начинала с небольшой, с 30%, и дальше мы уже на 100% поднялись. Мне понравилась процедура. Приходи. Да. Спасибо. Пожалуйста. После этой процедурки я захотела в туалет. Так что пошла я. Спасибо, девочки, вам. С вами было очень приятно время провести. Продолжайся. Хорошо. Все, до встречи. Ой. Я такая прям отдохнувшая. Так, что я хочу сказать. Вы знаете, что вообще оказывается у нас в одном месте только этот арслик. Вот именно в этом салоне Демидова Алины. Итак, что у нас теперь? Теперь у нас в солярии. Сегодня, короче, день красоты. Надо было так назвать влог. День красоты. Солярий. Кстати, очень цены хорошие на этот арслик. Здесь у нас в Ростове стоят 2000, когда в Москве цена от 4000 до 6000 за одну процедуру. Представляете? Все, я приехала в солярий. Кстати, солярий находится совсем рядом. В двух минутах от салона Алины Демидовой. Классно, удобно. Ну что, вот мы и позагорали. Все, в принципе, день красоты закончился. Все сделала, что хотела сегодня перед встречей с моим любимым. Все, ноготочки, реснички, бровки, тра-ля-ля. Так, теперь мне нужно заехать на почту. Куда еще надо заехать? А, ну и еще подарочки повыбирать. В общем, еду я в торговый центр. Получила кучу посылочек. Одни из них такие мелочи. В общем, с Китая пришло. Так что увидите меня в новом образе, с новой какой-нибудь прической. В общем, интересные штучки взяла для украшения, для волос. В общем-то. Все, теперь едем в Мегу. Купила то, что хотела своей любимке в Спортмастере. Так, теперь нужно себя порадовать. Нужно поесть. Макдональдс не хочу. Уже только был недавно. Вот, несколько дней назад. Что-нибудь вкусненькое. Вот, что я решила поесть в этот раз. Вот, в итоге, что я взяла. Картошечка, салатик с лучком обязательно. А здесь у нас курица, грибы и сыр. Вот это я наелась. Так вкусно. Вообще, все без хлеба ела. Так что я худею. Ну ладно, я к тому, что не сильно поправилась там. Вкусно все так. Ну все, приехала за маленьким. Попили чай, с мамой потрещали. Ой, разговаривали о том, как, что добираться. Мамка переживает за своего внучка. Внучка любимого. Вот, все, сейчас едем домой. Устали. Малыш сегодня у него непонятный график. Что-то упало. Что-то свалилось. Грохот такой был. Здесь все живы. Все, пошли уже. Малой спать хочет. День новый. И думаем о нашей общаге. И сегодня музыка такая. Ростов стайл. Сегодня мы вышли. Сейчас едем до Фаберлик. Забираем нашу посылочку. Мы уже все. Не остается вообще дней. Мы уже уезжаем. Завтра. Улетаем точнее. Вот. И сейчас я все заберу. И, в общем, буду потихонечку. Скоро будет обзор на Фаберлик. Буду потихонечку снимать. И выкладывать. Конечно же, беру с собой компьютер. Я уже без вас не смогу. И не смогу без монтажа и всего. То есть, это часть моей жизни. Поэтому все беру с собой. Буду в дороге. Ну, в дороге, наверное, не буду монтировать. В самолете. Но, когда выйду в аэропорту, может быть, посмотрим. Короче, я не знаю. Кто меня там встречает, там провожает. Возможно. Вообще, честно говоря, как бы приятно, когда тебя провожают, встречают. Но у меня такая есть вещь. Я не люблю напрягать людей. Реально. Вот для меня, мне кажется, что кому-то ехать, да, в аэропорт, например, в Москве. Это очень далеко аэропорт находится. То есть, если человек встречает, это реально, ну, это очень круто. Это большая заслуга, что ли. Ну, то есть, очень ценен этот момент. Потому что это реально напряг. Конкретно ехать хер знает куда. Да, дорого стоит все это. Ну, если на машине, то могут в пробки попасть. То же самое и с провожанием. Тоже все это приятно. Но, знаете, мне вот порой реально проще просто самой... Вот эти. Покажу глаза свои. Проще реально самой там взять такси, быстренько прыгнуть. И люди спокоятся. Ну, не в том смысле, что там какая-то там, я не знаю. А просто, ну, реально мне хочется позаботиться о людях, которые встречают. И так принимают дома. Чтобы они еще и не встречали. Но есть такие упрямые, которые хотят встретить. Конечно же, это очень приятно. Все, забрала фаберлик. Короче, я нашла там такую находку. Так что смотрите обзор. Прям не буду говорить, создам интригу. Смотрите обзор, видите, я набрала кучу себе всего этого. Реально за копейки. То, что я так давно ждала. Я с удовольствием с вами этим поделюсь. Хотя я, по-моему, где-то в видео уже об этом говорила. Ну, так же заказала там шикарнейшую пудру. Я просто покажу вам, блин. У нее такое свечение классное. На лето вообще крутая. Вот. Так что все это покажу вам в обзорчике. Или, может, еще где-нибудь. Короче, где-то в покупках в этих покажу. Вот. Что еще хотела? А, вода. Меня тянет к воде постоянно. Я как вижу этот фонтан, мне все время хочется к нему. Действительно так на него смотрит. Пойдем к фонтанчику. Хочешь? Пойдем. Я ему одела сандалики. Я поняла секрет. Я уже говорила в одном из влогов, что просто одеть ему нужно. А вот он в коляске сидит, пока мы катаемся. Он к ним привыкает. Сейчас я его вот... Пройдется он у меня. К фонтанчику. Видали, как топает? Так что все. Скоро побежим. Он же, кстати, стоит и может, мама говорит, пройти даже без рук. Отпускает руки и пар шагов делает. Гома у нее. Я еще такого не видела, но маме верю. Кстати, хотела сказать... А, купили классную такую джемпер малому. Где ты, джемпер? Я хочу тебе показать. В Глории джинс. Вот у нас на Сельмаше единственный момент в Глории джинс, что нету для горязки подъема. Мне помогли подняться, опуститься. Короче, вот такой вот за 500 рублей. На кнопочках. Прям ему вот, ну, его размерчик, прям вот сейчас, да? Летом уже, даже потом будет, короче, классный, стильный. У нас уже и штаники под него есть в двух видах. Короче, он такой сразу модный у меня. А я-то тоже на стиле. Я вчера, вот на днях, короче, получила посылку. Ну, футболка, как обычная футболка, да? Под низом мой фикс прайс топе, как обычно. Вот такие штаники пришли. Давно хотела такие попробовать. Они, короче, ну вот. Ну, в общем, вы увидите. Lookbook Hall будет. Я все покажу, с чем я буду сочетать. В общем, мне понравятся. Они очень-таки свободные. Единственное, в нем есть некоторые моменты. Но, в общем, я расскажу вам. Lookbook Hall. Я решила, два объединения сразу. Ну и мои кроссы сюда вообще отлично. Туда. Я, кстати, их показывала вам. Не помню. Так, сейчас мы еще в детский магазин зайдем. Хочу посмотреть. Костюмчик один, малый. А это мы домой идем. Новая музыка в новом окне. Ой, классная песня. Сначала не узнала ее. Якутианочка моя называется. Кстати, очень часто мне в инстаграме и везде спрашивают, что за песня, если я где-то прохожу девчонки. И вообще в этом не разбираюсь, какие песни. Я их, в принципе, так особо... Ну, если очень понравилось что-то, я там еще записываю. А так я как бы слушаю всегда онлайн все. То есть я не скидываю на флешку, никуда не слушаю, ничего не собираю там себе отдельное. Поэтому я вообще не знаю. Вы, если интересуетесь каким-то песням, вы просто спрашиваете в комментариях там у девчонок. Вот. И они отвечают. А вот, ну, от меня не ждите. Я вообще от этого что-то далека. Якутианочка моя. Я пошла в аптеку, жду долгожданную посылку. Вы знаете, кто со мной? Лен. Я ожидала, да, что я тебя сниму? Такая раз задумалась, что она делает. Малышня моя спит. Лен тут за ним следит. А я жду давно, в общем, не знаю, что там будет. Я переживаю очень, но я жду определенную вещь. Очень дорогую. Конечно, расскажу потом все. Короче, всем ожидание там очередь, блядь. Дорогие мои, на самом деле прошло уже много времени. И уже случилось куча всего, что я даже не могла задуматься о том, что я снимаю влог и совершенно забыла все. И, в общем, последний раз была Лена, да, и мы получили посылки. И, по-моему, все. И после этого я потерялась во времени. В общем, я собираюсь в Москву. Я уже практически на чемоданах. Собираю половину чемодана и всякие вещи. Все вот так круговерть. Монтирую видосы. Короче, сейчас 4 утра. Все. Мне нужно монтировать видео. И, в общем, все. У меня какие-то палки в колеса все ставят. В общем, ладно. Сегодня эмоциональный день. Вообще, просто трижды. Давайте закончим этот влог на этом. Потому что он какой-то длинный. И как-то все никак не закончится. В общем, я с вами прощаюсь. Я вас люблю. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok